Наркоконтроль УВД Могилевского облсполкома Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. Могилевчанам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Могилевская область Могилевская область Помнишь, коли я спаткался с тобою, зорка Венера взошла. С этой поры я почал углядаться. Небо ночное и зорку шукал. Тихим каханем к тебе разгораться с этой поры я почал. Али расстаться нам час наступает. Повна, шо доля такая у нас. Моц накахал я тебе, дорогая, али расстаться нам час. С лютого по красавик 2018 года пройдут региональные финалы. Пятеро лепших от каждого региона будут узнагороджены сучастными смартфонами и отримают махчимость позамагаться за перемогу в великим республиканским финале. Он пройдет в Минску в травне 2018 года. Переможцам конкурса будут уручены смартфоны марки Apple. Накануне нового года в Могилеве прошел конкурс декоративно-прикладного искусства «Коляровая скорбунка», в котором юные мастера, учащиеся художественных отделений детских школ искусств Могилева в возрасте от 7 до 16 лет, представили свои работы в различных видах декоративно-прикладного искусства. Итогом проведения конкурса стало открытие рождественской выставки «Зимняя фантазия», где участники конкурса представили лучшие работы. Творчество наших детей безграничное. Каждый год приносит нам совершенно новые работы, новые результаты. И мы видим, что наши дети любят наш город, любят свое детство, любят то, что они делают своими руками и получают от этого удовольствие. Поэтому прекратить этот конкурс мы никогда не сможем. Вытинанка, керамика, батик, куклы и игрушки. Декоративная объемная композиция в различных техниках. Все это представлено в экспозиции. Для жюри конкурса было непросто определить победителей. Каждая работа была по-своему прекрасна. Но все же лауреатов определить удалось. На торжественном открытии рождественской выставки были награждены лучшие авторы. Работы у меня было, конечно, много. А расскажи, ты заняла какие-нибудь листа? Да, я заняла первое место. У меня изображен лев, разные всякие города, поселки, наша ратуша. А кому ты посвятила свою работу? Нашему Могилеву. В конкурсе я решила принять участие из-за того, что попробовать что-то новое, попробовать себя в какой-то новой области кукла. Для меня это очень необычно. Ну, не знаю, в новой области. Этот год последний. И, наверное, уже таких конкурсов, как коляровая скорбонка, не будет. Может, какие-то будут конкурсы весной или ближе к лету. Но, конечно же, продолжать рисовать и в последующей жизни когда-нибудь попробовать поступить по рисованию. Это для меня очень важно и очень хорошо будет. Я в этом конкурсе участвовала впервые, а так я много участвовала. Вот эту новатику я заняла второе, а я собак рисовала, заняла первое. Это нарисована собака моей сестры и кот моей сестры. Детская рождественская выставка стала первой экспозицией в городе в Новом году, что, по словам организаторов, является добрым знаком. Зимняя фантазия будет работать в городском выставочном зале в течение месяца. Так что у ценителей творчества есть еще время заглянуть и прочувствовать всю теплоту детских сердец. Алина Абабурка, Леонид Секорин, Второй канал. С 23 по 27 марта 2018 года в Могилеве состоится 13-й международный молодежный театральный форум «МартКонтакт». В этом году будут представлены 23 спектакля, 22 театров из 9 стран. Беларусь, Россия, Украина, Польша, Казахстана, Литвы, Латвии, Словакии и Германии. Старт продажи билетов запланирован на 18 января. Билеты можно приобрести в кассе Могилевского областного драматического театра. В первом матче 2018 года хоккейный клуб «Могилев» на выезде встретился с соперниками из Бреста. Несмотря на жаркую игру, могилевским львам удалось забросить ворота соперников лишь одну шайбу. Итоговый счет игры 5-1 в пользу хоккейного клуба «Брест». Ваша информация может послужить поводом для сюжета в нашей программе. Звоните нам по телефону 708-333 или пишите на инфособака tv2.by. Редактор субтитров А.Семкин